Итак, дорогие друзья, мы с вами подошли к уроку, чтобы динамически начать рисовать бюджеты. Значит, кода немного, 6 строк, но 40 минут мы потратили на разбор. Такого нет ни в одной книге, не найдете никогда. Что же нам надо сделать? Про код я сейчас говорить не буду, расскажу только общий смысл, так как сам код мы рассматриваем в курсе. Теоретически вот что происходит. Теоретически мы готовим бюджет, который состоит из четырех точек. Зачем? Мы с вами уже это делали в курсах, чтобы определить точку, за которую бюджет может тащиться. То есть, если мы, допустим, кликнем мимо бюджета, рядышком, то бюджет тащиться не будет. Так вот, определяется данный бюджет, чтобы потом можно было по экрану перетаскивать. В данном случае, в этом курсе мы занимаемся тем, что определяем вот эти четыре точки и прописываем условия, чтобы фигура, например, круг или другая фигура, потом не выходила за эти точки. Здесь мы с вами опять обращаемся к соотношению координат. Соотношение координат я дал курсы, которые повторить. Мы с вами проходили в шаге 36, и практически все соотношения координат мы использовали. В данном случае то-локал. Именно теоретически важно это понимать, что то-локал и определяет координаты фигуры внутри вот этих точек. То есть, они не выходят. Объяснение довольно простым языком. Также в курсе я дал, хоть мы эти методы знаем, но мне бы хотелось, чтобы вы постоянно привыкали к документации. Если мы используем AdWidget, то где, в какой библиотеке, например, AdWidget, описывается, понятно, что в библиотеке окно, да, то есть добавление виржета к окну, чтобы у вас постоянно шло привыкание к документации. И все функции, которые мы использовали в коде, мы их уже ранее использовали. Все они кликабельные. Функцию Ad, Canvas, добавление вообще самого виржета к окну. Все это я дал и в документации, хотя мы очень подробно объясняли. Как я говорю, 40 минут я потратил на объяснение уже и так и этак. Но все же, не забудьте про домашнее задание. Ваша задача сейчас всего лишь пересказать себе несколько раз, так как полностью встанет код, как говорится, будет понимание, когда мы напишем следующие два класса, то есть напишем, как мы будем создавать сам круг, как мы будем создавать саму линию, то, что будет размещаться конкретно в данный виджет. Значит, поэтому я вас очень попрошу, и в рекомендациях, поэтому я два раза отметил, вернуться к этим вещам чуть позже. Итак, курс посмотрите. Код мы обсуждали целых 40 минут. Я его не даю, я дал только общий замысел. Все, спасибо. А еще раз говорю, как найти проще всего уроки по Android. Набираем spb-tut.ru, совершенно простой сайт. Нажимаем еще и видим Python for Android. Переходим на сайт python-android.spb-tut.ru под домен. Спасибо за доверие.